Начало строительства системы центрального водоснабжения жители деревни Новопокровская ждали почти 15 лет. После 14 лет обещаний, наконец-то это совершилось. Поэтому люди, конечно, это приветствуют с удушевлением. Наконец-то мы совместно добились, если под приходом нового главы города, просто решён. Как человеку жить без воды, скажите, пожалуйста. Ясно всем, без воды нельзя жить. Возят каждый день два раза. Пользуемся, да. Воду для технических нужд жители Новопокровского сегодня берут из колонки. А питьевую им привозят в цистернах Нижегородский водоканал. У нас есть специальные бочки для чистой воды, сертифицированные. И мы по договорённости с администрацией два раза в сутки привозим в посёлок чистую воду. Поэтому не оставляем людей без питьевой воды. Проект водопровода уже готов. Строительные работы начнутся в следующем году и продлятся около двух лет. До Новопокровского предстоит проложить открытым и закрытым способом около 9 километров водопровода. Благодаря совместной инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, деньги на это уже заложены и в областном, и в городском бюджетах. Самое главное, это застарелая проблема деревни Новопокровска, это централизованное водоснабжение. Ей очень много лет. Наконец-то, благодаря участию в региональных и федеральных программах, у нас подтверждено финансирование. И в следующем году уже начнётся строительство водопровода. Другая проблема, которая тоже очень часто затрагивает местных жителей, это автобусное сообщение. Юрий Шалабаев уже давал поручение провести ямочный ремонт на дороге, которая идёт от улицы Академика Сахарова до Новопокровского. Поставить там необходимые дорожные знаки, убрать поросль, мусор с обочин, привести её в нормативное состояние. Ямочный ремонт делали по дороге? Ямочный ремонт сделали. Ну вот на участке, который заезд, там совсем убитая дорога была. Также вырубку поросли сделали. Прибордюрные полосы зачистили, потому что заросшаяся была. Вот, это то, что сделали. И отсыпали площадку для разворота автобуса. В ближайшее время руководство города будет обсуждать с Министерством транспорта Нижегородской области возможность пуска в Новопокровское автобусное сообщение. Потому что дорога приведена, в принципе, в нормативное состояние. Владимир Смирнов, Время новостей.